друзья всем привет знакомьтесь это бельчонок коп который вам не передал блат антонов и я думаю в очередной раз пришло время поговорить о белках дождь ко мне сейчас вам покажу что было с копом вот иди сюда такой хороший он был очень ранен у него была разбита мордочка вот там была ужаснейшая дыряка ты далеко идешь вот но попытаюсь конечно вам показать вы иди сюда пожалуйста нет не покажу не успею хочу бежать тихо 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 смотрите мордочка видите начала заживать у него еще сломан хвостик но на жизнь это особо ему не повлияет потому что он такой прогути что это просто котляц признавайся я его сейчас посажу в клетку немножко позже будет гулять вот и мы с вами поговорим очень многие начиная с примерно середины апреля месяца начинают обращаться с вопросом что вот мы нашли белочки что делать некоторые находят их совсем еще лысенькими маленькими слепыми некоторые находят их уже как бы с окушкой вот приоткрытыми глазиками что же делать если вдруг вы нашли такого бельчонка в первую очередь не паниковать не паниковать обратите внимание нет ли рядом мама очень часто бывает такое что бельчата когда они вот уже в опушке дурачатся и они могут выпасть из гнезда вот и в таком случае то есть он может просто немножко стрессунуть и мама заберет его обратно но к сожалению такое случается крайне редко поэтому что мы делаем обращаем внимание на то в каком состоянии бельчонок то есть если вдруг он лысенький слепой в первую очередь проверяем жив не жив забираем и или же обращаемся сразу в ближайшую ветеринарку вот к сожалению не во всех ветеринарках как бы киева не только киева есть ротологи но они хотя бы вам помогут они хотя бы помогут сохранить температуру бельчонка и помогут накормить а дальше продолжайте как бы искать людей которые в этом разбираются то есть при любом раскладе можно обратиться в ттп киев юэй вот влад он или вас направит к знающему человеку или как-то вас подстрахует вас поможет также сама вы можете писать лично мне и я или вас про инструктирую или помогу ну тут мы уже разберемся что касается бельчат те бельчата которых вы находите совсем слепыми обязательно сразу под куртку куда-нибудь в теплое место в общем то даже те бельчата которые уже с опушкой в первую очередь их нужно согреть самое ужасное для белок это переохлаждение и обезвоживание переохлаждение естественно вы можете проверить подержав его на руках то есть если бельчонок холодный но это это плохо вот как проверить обезвоживание вы берете бельчонка оттягиваете шкурку и смотрите насколько быстро она станет на место следовательно насколько она эластична вот также если допустим вы видите что бельчонок сидит уже в ну как бы опушивший вроде как по нормальной подросший но если он идет на контакт человеку это не страшно они маленькие они любопытные они общительные если вы видите что бельчонок сидит скукожился или не реагирует на человека то есть вы к нему подходите он от вас не убегает если вы не срабатывает инстинкт значит с бельчонком скорее всего что-то не так может быть или какая-то травма или опять же переохлаждение или обезвоживание следовательно бельчонка надо спасать потому что чаще всего таких бельчат ловят кошки заклевывают вороны также как бы если вы можете определить что бельчонок афиротел да допустим вы видите что мертвая белка и рядом бельчат и следовательно бельчат тоже нужно спасать потому что сами они не научатся добывать еду вот также существует несколько вариантов как бы продления общения с белкой то есть если это маленький бельчонок то скорее всего скорее всего его придется докармливать вручную вот я вам расскажу как это делать если же это бельчонок постарше и вы его отнесли ветеринарку и допустим сказали что там или нужно прокапать немножко подлечить что-то с ним сделать вот старайтесь не приучать его к рукам объясню почему потому что чаще всего таких зверят можно вернуть в природу и они будут себя там чувствовать комфортным коп у нас не ручной белка как видите на руках он не сидит он не ластится в отличие от допустим того же самого сени вот или белок которые были до этого то есть тот же самый джек тоже самое жанет вот белки которые у меня были но нужно смотреть по состоянию здоровья бывают случаи когда хочешь не хочешь на к рукам приручить надо и чаще всего таких белок в природу выпускать нельзя да знаю что некоторые будут кидать камнями что нет надо животное она дико белка это грызун как ни крути он привыкает хорошему он привыкает к рукам он привыкает что его кормят он привыкает что его тискают он привыкает что можно где-то сюда залезть у вас поспать как в общем-то с моими белками которых лично я выкармливала вот то есть кто не верит вот посмотрите как они себя ведут как они все а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Определите его в какую-то коробку Если у вас есть переноска для кошки Или что-нибудь подобное Это вообще просто идеально Потому что вы туда спокойно застелите что-то На чем он будет лежать Вот Обязательно теплая бутылка Чтобы согреть бельчонка Вот И кормежка Маленьких бельчат кормят каждые 2 часа Или разбавленным 50 на 50 Козьим теплым молоком Вот Негорячим, теплым Или же кошачьей смесью Очень вас прошу Запомните Ни в коем случае Нельзя давать коровье молоко Никак Вот вообще Поищите Я знаю точно Что в магазинах есть Если допустим У вас нет возможности Купить Заменитель кошачьего молока В магазинах Продается Козье молоко Много раз видела Много раз покупала Как бы Спасала этим молоком И не только бельчат Вот Потому что Лактоза Коровье Да То есть Коровье молоко Оно вредно Для белок Вот Также Маленькие бельчата Они не едят Семечки Все остальное Это нужно постепенно Вводить в пищу Иначе Начнутся проблемы С печенью Очень прошу Ни в коем случае Если вдруг У вас бельчонок Или обратитесь Вас еще раз Проинструктируют Если допустим Бельчонок такого возраста Что уже не нужно Его кормить Допустим Молочком Кстати да При кормлении молоком Воду давать Не обязательно Ну если допустим Тем же самым Козьим Вот Ну точнее Очень редко Бельчата просят Чаще всего Они это все уже получают В общем то С молока И со смеси Когда бельчонок Начинает переходить На прикорм Тогда уже Необходимо Обязательно Поилочку Рацион белки Не состоит Сугубо Из орехов И семечек Тем более Обычный грецкий орех Так же как и семечки Они жирные Для бельчонка То есть Если Ну взрослые белки По правильному То есть Чтобы сбалансировать Рацион Дается Один Целый грецкий орех На неделю Чтобы не испортить Печень Вот Вводится еда Постепенно То есть Можно Белый Маленький Сухарик Можно Немножко Семечек Чистить их Не обязательно Ну то есть Поначалу Можно Там буквально Чтобы Бельчонок Распробовал Вкус Но У них На то Есть зубы Чтобы Расчищать Семечки Самими Дальше Обязательно Поилочка Вот Обязательно Укрытие Какое-то Потому Что Все Такие Белки Живут В дуплах И Они Вот Любят Что Нибудь Такое Где Можно Спрятаться Вот Ни В коем Случай Не Давать Свежий Хлеб Нельзя Свежий Хлеб Овощи Фрукты Можно Какие То Зерна Семечки Семечки От Тыквы Сушеные Яблочки Изюмчик Это Все Можно Кстати Изюмчик Очень Хорошая Штука Для Повышения Сахара И У них Тогда Ну Просто Белки Как Любой Грызун Бывает Такой Момент Что У них Бывают Судороги Вот Чтобы Этого Не Было Буквально Пару Изюминок Это Им Помогает Это Поднимает Сахар И Они Тогда Себя Чувствуют Превосходно Есть Обязательное Еще Примечание Когда Вы Сами Выкармливаете Бельчонка В период Пока Бельчонок Кушает Молоко Ни В коем Случа Этого Нельзя Делать Потому Что Живуток Еще Не Приспособлен Вот И Также Нельзя Менять Допустим Вы Покупаете Кошачье Молоко Смесь Роял Канин А потом Реско Вдруг Нет Роял Канин Вы Даете Козье Молоко И Вот Такие Вот Качели Такого Тоже Делать Нельзя Потому Что Аминитетом Вот Они Очень Подвержены Болезням У них Если Они Перемерзают Начинаются Проблемы С почками Вот И К сожалению Это Вылазит В более Позднем Возрасте Вот И Даже При Очень Хорошем Уходе При Хорошем Содержании Питании Перемерзнувшие Белки К сожалению Начинают Болеть И Не Выживают Долго То есть На моем Скажем Так Опыте Такого Рода Белка Дожила Всего Лишь До Полутора Года И Такие Начались Проблемы Начали Плохо Работать Почки Начала Плохо Работать Печень И В общем Там Вы Понимаете Какой Исход После Кормления Обязательно Берем Теплой Воде Как бы Некоторые Советуют Сразу После Кормления Я Советую Через 10-15 После Того Как Дальчонок Покушал Если он Крохотный Мы Берем Влажный В теплой Водичке Ватный Диск И Начинаем По часовой Стрелочке Ним Протирать Животик Немножко Надавливая Для того Чтобы Бельчонок Сходил В туалет Те 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 Стыкался С Выхаживанием Кошек Или Щенков В общем То Принцип Тот же Сам То есть Мы По часовой Стрелочке Массируем Животик Вот Это Имитирует То Как Мама Облизывает Своего Малыша Вот И Малыш Ходит В туалет Конечно В моем Случае Мне Очень Повезло Потому Что У меня Так Скажем Так Научено Помогать Мне Выхаживание Животных И Понимая То Что Как Все Малыш Уже Покушал Она Вымывает Мордочку И Подмывает Да То есть Вымывает Животик И так Далее Чтобы Малыш Сходил В туалет Вот У нее Инстинкт Такой Мамский Вот Обязательно Нужно Следить За Тем Какой Стул Какого Он Цвета И Какая Консистенция Потому Что Если Вдруг Не Дай Бог Понос Это Плохо Берем Бельчонка Бежим Кротологу То Это Могут Быть Паразиты Это Может Быть Неправильное Питание То Очень Нужно Быстро Найти Причину Почему Расстройство У Бельчонка Вот Я Параллельно Просто Посматриваю На Коп У меня Там Коп А Там Синий И Они Сейчас Оба Скачут Вот То Есть Стол У Белок Как У Любого Брызуна Должен Быть Горошком Таким Более Сухеньким Горошком Честно Наговорила Много Всего Я Надеюсь Я Ничего Не Забыла В Любом Случай Вы Можете Задать Вопрос Возможно Ну Как Честно Бельчонка Первое Проверяйте Его Состояние То есть Если Вдруг Он Уже Холодненький Вот Или Он Не Движется Сразу Ну Видите Что Жив Сразу Кладете Как Ближе К Телу К Тепленькому Вот И Или Бежите Ветеринарку Или Домой И Связываетесь Быстро С Людьми Как Разбирающимися В Белках Вот Также Если Вдруг У вас Есть Время Вы Видите Что Бельчонок Как Был Тепленький Все Нормально Последите Возможно Мама За Ним Придет Честно Не Поленитесь То есть Два Варианта Или Его Заберет Мама И Все Будет Хорошо Или Мама За Ним Не Придет Но Вы Спасете Вот Если Вы Забрали Теплое Делаем Гнездо Любая Шапка Скрученная Тряпка И Желательно Чтобы Это Была Или Переноска Или Коробка Которую Нужно Накрыть Так У Бельчат В Дупле Там Темно Вот Опять же Сразу К доктору Или Знающему Человеку Вот Если Вы Не Готовы Заниматься Этим Сами Вот Если Вдруг Вы Готовы Заниматься Этим Сами Все Равно Сначала Доктору Чтобы Как Б Проверить Нет Ли Видимых Повреждений Нет Я Уже Дома Определила Когда Ко мне Коп Попал Что Оказывается У него Еще Перебит Хвостик И В общем То Он Уже Неправильно Сросся Вот Хотя Благо На Прыгучесть Это Не Влияет Потому Что Прыгает Вообще Шикарно Вот Дальше Кормление Только Козье Молоко Или Только Сухая Смесь Вот Как Раз Козье Молоко Мы По Аннотации На Баночки Там Написано Сколько На Граммы Чего Нужно Вот Чаще Всего Это Где-то Допустим Чайная Ложка Смеси На Две Чайные Ложки Воды Ну То 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 Если Это Совсем Крохотный Бельчонок Готовьтесь К тому Что Или Вы Передадите Все Таки Человеку Который Будет Этим Заниматься Будет Заниматься Дальше Допустим Или Его Оставлять У себя Или Будет Заниматься Адаптацией Для Возможности Выпуска В Природу Вот Или Готовьтесь К тому Что Такой Малыш Останется С Вами На Постоянном Белки Они Очень Преданные Они Очень Дружелюбные Они Будут С вами Спать В Обнимку Вот То есть На самом Деле Белка Очень Хорошее Животное Вот И Когда Они Спасенные Это Как бы Я считаю Это В общем Это Хорошо То есть Вы Спасли Чью-то Жизнь Ну Конечно Когда Их Продают И Они Там Сидят В Питье Когда Уже Постарше Вот Когда Уже Хорошая Будет Опушка И Открытые Глазки Вот То есть Это Примерно Если Вы Определите Возраст Бельчонка Вот Примерно С Двух Двух С Половиной Месяцев Это В идеале Они Ну Они Начинают Типа Отказываться От Молока Кстати Маленькие Бельчеты Когда Они Наедятся Они Тоже Отказываются От Молока То есть Как бы Твердую Пищу Вот И Мечата Поверьте Они Сами Отойдут От Молока И С удовольствием Будут Есть Все Остальное Вот После Кормежки Теплым Ватным Диском Протираем Животик Для Того Чтобы Малыш Сходил В Туалет И Это Каждое Полтора Два Часа То Да Это Как Маленький Ребенок И К этому Нужно Быть Готовым Вот Вот Если Вдруг У вас Есть Какие То Вопросы Честно Признаюсь У меня Могло Что-то Вылететь За Головы Вот Если Вдруг Какие То У вас Есть Вопросы Как Я Готова На Них Ответить Вот Задавайте Вот И Надеюсь Хоть Немножко Но Такой Вот Короткий Ликбез По Тому Что Делать С Бельчонком Вам Пригодится Вот И Ответит Хоть На Вот Большое Вам Спасибо И Всем Хорошего Дня И Не Болейте И Нап